Ребята, начинаем. Все подтянулись. Сегодня тема посвящена современным проблемам физики Солнца и прочитает ее вам исполняющий обязанности заведующего отдела физики Солнца Леонид Сергеевич Лебенцов. Добрый день, ребята. Это современные проблемы физики Солнца. Во-первых, Солнце является рядовой звездой, и этим самым оно попадает в тему глобальных астрофизических исследований. Но при этом Солнце от рядовых звезд очень сильно отличается тем, что оно позволяет себя всесторонне исследовать. Во-первых, это исследования в оптическом и других электромагнитных диапазонах. Эти исследования могут быть проведены с высоким пространственным разрешением, с высоким временным разрешением, недоступным, естественно, для других звезд, где мы зачастую имеем только интегральный поток от звезды, так еще и искаженный тем, что свет прошел через межпланетное пространство и испытал там некоторые эффекты поглощения. Во-вторых, это исследования частиц корпускулярного потока от Солнца, причем не только таких классических частиц, как протоны, электроны, но и, например, нейтрино, которое хорошо регистрируется от Солнца и в середине XX века привели к открытию новой темы в физике элементарных частиц, а именно нейтринох осцилляций. В-третьих, это исследования на месте. В солнечном ветре, в солнечной атмосфере мы можем размещать наши спутники и брать пробы магнитных полей, пробы частиц, пробы различных характеристик плазмы. И в-четвертых, мы Солнце можем изучать во времени, потому что Солнце, кроме того, что его исследовали люди на протяжении уже как минимум тысячелетия по историческим летописным записям различных народов. Так еще Солнце оставляет свои следы в природных архивах. Это кольца деревьев по изотопу углерода-14, это керны ледовые из Арктики, Антарктики, по изотопам Берилля-10, к примеру, и другие природные хранилища, в которых отражается активность Солнца на протяжении тысячелетий и сотен тысячелетий. Ну а сегодня мы постараемся так по головам пробежаться по всей физике Солнца и посмотреть, чем она схожа с другой астрофизикой, чем она отличается и чем физика Солнца может в принципе помочь для развития астрофизики в целом. Ну нужно сказать, что на Солнце, на первый взгляд, вроде не осталось таких белых пятен в теории. То есть качественно мы вроде понимаем все, что происходит в недрах Солнца, все, что происходит на его поверхности, все, что происходит в атмосфере. Но количественно зачастую многие процессы до сих пор не описаны и не рассчитаны, не смоделированы. Поэтому начнем наше рассмотрение от внутреннего строения Солнца. Внутреннее строение Солнца описывается теми же самыми моделями, что и модели эволюции любой другой звезды. И эти модели, начиная с тех времен, как стали ясны источники энергетики звезд, а именно ядерной реакции в центрах звезд, они довольно хорошо разработаны. И если мы, например, сравним два рисунка из книг, отстоящих друг от друга на 40 лет, вот это рисунок из «Спокойного солнца» Эдварда Гибсона, 73-го года издания, это рисунок из магнитной гидродинамики Солнца Эрика Фристо 2014 года, то они просто идентичны относительно внутреннего строения. За одним исключением здесь приведена разная толщина конвективной зоны, которую удалось измерить методами геосейсмологии лишь недавно. Однако, даже такое хорошее понимание физики эволюции звезд в применении к солнечному строению, тем не менее, в начале 70-х привело к появлению новой отрасли в физике элементарных частиц, а именно проблеме солнечных нейтрино. Как известно, в 68-м году по наблюдениям первых нейтринных экспериментов от Солнца наблюдалась нейтрино примерно в три раза меньше, чем предполагалось по теории строения Солнца. Однако, в том же 68-м году примерно была предложена идея нейтринных осцилляций, когда нейтрино одного сорта электронного переходят в нейтрино других сортов, там лептон, тау-иммионные. И при этом, если мы взглянем, например, на ту же книжку 73-го года Эдвара Гибсона «Спокойное солнце», то проблема солнечных нейтрино уже стояла 5 лет, решение у этой проблемы качественно уже было предложено, но тем не менее, если мы посмотрим на то, о чем говорит Эдвард Гибсон, то мы здесь не найдем ни одного пункта, похожего на какие-то идеи в области физики элементарных частиц. Здесь предлагаются модификации модели солнечной, изменения в модели того, как мы принимаем на нейтринном телескопе частицы, изменения в возрасте Солнца, изменения даже в некоторых мировых константах, но не нейтринной осцилляции. И вот этот нюанс показывает, в принципе, важность интеграции различных разделов физики для такого глобального изучения новых проблем. В том числе и Солнце в этом может помогать. Что касается моделирования Солнца, то модели эволюции Солнца отличаются от моделей эволюции некоторых, например, более массивных звезд, тем, что в модели эволюции Солнца можно сделать много упрощающих предположений, которые не повлияют на конечный результат. Так, в моделях эволюции Солнца чаще всего пренебрегают вращением Солнца. Оно несущественно, оно не сильно изменяет сферичность Солнца. Соответственно, используют сферическую симметрию предположения. Пренебрегают магнитными полями, во внутренних областях Солнца, потому что магнитные поля, опять же, недостаточно сильные для того, чтобы повлиять на поведение, содержащиеся под поверхностью Солнца плазмы. Пренебрегают различными гидродинамическими течениями, неустойчивостями, ну и, естественно, за исключением формирования конвективной оболочки. Саму конвективную оболочку также рассматривают в некоторых упрощенных моделях конвекции, так называемой локальной конвекции. Потому что, если мы посмотрим вообще на саму суть конвекции, то что это такое? Если какой-то участок вещества Солнца разогрелся, из-за этого расширился, начал всплывать, то на вот эту скорость всплывания вообще будет влиять вся протяженность конвективной зоны, как там распределено вещество вверх. Но в упрощенных моделях конвекции скорость этого всплытия отдельного участка предполагают расчетной, исходя из локальных параметров плазмы на уровне вот этой области всплывающей. Также Солнце очень мало теряет вещества. У нас звездный ветер и этой потерей массы также пренебрегается. Зато, пользуясь такими сильными упрощениями, можно в модели эволюции Солнца очень тщательно исследовать физику микромира. А именно, это диффузия и оседание элементов, что обычно не включается в стандартные модели эволюции звезд. А также физику уравнения состояния вещества. Внутри Солнца. Ведь если мы посмотрим на те эффекты, которые вообще могут быть важны под поверхностью Солнца, то обнаружим, что вещество в Солнце не очень хорошо описывается уравнением состояния идеального газа. Потому что вот взглянем на возможные эффекты отличия от уравнения состояния идеального газа. Верхнее, например, P-Rat. Это давление излучения. Оно добавляется к давлению обычному газодинамическому. Если взять отношение давления излучения к давлению газодинамическому, получится некоторая безразмерная величина, которая будет и характеризовать вклад вот этого давления излучения. Для Солнца давление излучения небольшое. на протяжении внутренней части Солнца до конвективной зоны соответствует примерно 10 в минус 3 одной промилле. Но, тем не менее, вот эти 10 в минус 3 одна промилля это тот уровень точности, который сейчас мы имеем, используя методы гелиосисмологии для изучения внутреннего строения Солнца. Далее посмотрим на вот эту штриховую линию. Это эффекты общей теории относительности. Ну, а именно здесь написано отношение тепловой энергии электрона к его полной энергии МС квадрат. Здесь С, соответственно, скорость света. Видим также отношение около 10 в минус 3. А вот два других эффекта оказываются еще более сильными. Это эффекты того, что вещество Солнца это все-таки не нейтральный газ, а плазма. Газ заряженных частиц. И эти заряженные частицы взаимодействуют между собой через кулоновское взаимодействие. Если мы отнесем опять же энергию кулоновского взаимодействия к тепловой энергии, то увидим, что кулоновское взаимодействие составляет уже некоторые проценты от теплового взаимодействия частиц под партию Солнца. И четвертый эффект это эффект квантовой механики, квантомеханический. Здесь мы имеем лямбда куб, это дебройлевская длина волны электрона кубина, соответственно, объем некоторый такой дебройлевский, и концентрация частиц. То есть этот параметр будет характеризовать степень вырождения газа в недрах Солнца. И в центре Солнца степень вырождения газа достигает 40%. И современные модели Солнца дают уже наблюдение, дают согласие с наблюдениями до тысячных долей величины, как я уже сказал. И здесь представлено логарифм давления, логарифм это показатель адиабаты гамма эффективный. И указано отличие между представленными моделями на графике и некоторой стандартной модели. Ну и тут несколько моделей показаны, которые там учитывают или не учитывают кулоновские взаимодействия, учитывают или не учитывают другие эффекты, используют разные таблицы для поглощения света именно то, что называется непрозрачностью в физике эволюции звезд. И среди прочих, например, здесь представлена модель Саха-С, которая разрабатывается в нашем институте в зеленой линии. И Солнце мы знаем с феноменальной астроминической точностью. Во-первых, мы очень хорошо знаем произведение Жена-М. Ну, почему именно произведение? Потому что саму гравитационную постоянную мы знаем с меньшей точностью, чем вот это произведение, которое определяется по динамике движения планет. Если на одно и на другое поделить, получим с меньшей точностью уже массу Солнца. Далее мы можем отлично измерить возраст Солнца, который измеряется по нуклеотидному анализу метеоритов, потому что содержание элементов в метеоритах то же самое, что и содержание на фотосфере Солнца. И образование этих областей происходило в одно и то же время. Кроме того, мы можем хорошо померить светимость Солнца, размер Солнца, его химсостав, то есть на это содержание гелия Y, его металличность, отношение тяжелых веществ к содержанию водорода, ну и, к примеру, дифференциальное вращение на поверхности Солнца. Если сравнить содержание различных химических элементов в фотосфере Солнца и в метеоритах, то мы увидим отличное согласие. За исключением одного литий. Ну, естественно, водород и гелий как газообразные в метеоритах не наблюдаются. А вот литий и бериллий, не бериллий, литий, на фотосфере Солнца его содержание намного меньше, чем в метеоритах. Ну, это просто связано с одной из стадий эволюции Солнца, когда конвективная оболочка распространялась до глубинных слоев Солнца и литий загорается в эволюции звезд первым и он этой конвекции доставлялся в недра и сильно сгорел. Поэтому его содержание меньше, чем метеорит. Далее, калибровка солнечных моделей, как и моделей других звезд, обычно заключается в следующей последовательности. У нас есть несколько свободных параметров. В данном случае приведены содержание водорода первоначальное, первоначальная металличность и некоторая длина свободного перемешивания. Это тот параметр, которым заменяют полную гидродинамическую модель конвективной оболочки в моделях эволюции звезд. И есть некоторые наблюдательные параметры. Подбирая свободные параметры, нужно добиться того, чтобы модель звезды на данный момент времени ее существования показала наблюдаемые параметры светимости, металличности на поверхности и размера звезды. у некоторых из этих параметров есть сильная связь, например, светимость пропорционально мю, это средняя масса, среднеатомный вес элемента в степени семь с половиной. Очень сильная зависимость. А этот среднеатомный вес, соответственно, зависит от металличности очень сильной. Таким образом, подбирая первые два параметра, сначала добиться наблюдаемых значений на поверхности светимости и металличности, а затем, уже подбирая длину перемешивания, расширить или сжать конвективную оболочку таким образом, чтобы добиться правильного радиуса звезды. И этот элемент в калибровке солнечных моделей позволяет изучать как раз возможности применения упрощенного моделирования конвективной оболочки для звезд в виде вот этого параметра перемешивания. Эволюция солнца вроде хорошо изучена, но тем не менее эволюция солнца наталкивает нас на одну проблему, так называемый парадокс слабого молодого солнца. Если мы посмотрим на изменения различных параметров, но в частности нас интересует светимость, то светимость солнца постепенно растет. это настоящий момент времени и прошлое. При зарождении солнца, выходе на главную последовательность, оно имело светимость примерно на 30% меньше сегодняшней. Но раз оно имело меньшую светимость, то и температура на земле, вроде как равновесная, должна была быть меньше. И в те моменты, когда на земле зарождалась жизнь, в соответствии со светимостью солнца и современными представлениями о физике климатических условий на земле, на земле не могло существовать жидкой воды. У этого парадокса существует множество вероятных объяснений. Некоторые из них заключены в геофизике, некоторые из них заключены в физике солнца, некоторые вовсе уходят в некоторые экстравагантные объяснения вроде опять же локального действия космологического расширения, под действием которого земля удалилась от солнца и раньше была ближе и лучше нагревалась за счет этого. Но тем не менее, по всей видимости, все-таки проблема слабого молодого солнца имеет свое решение не в модели эволюции самого солнца, а где-то на земле. Скорее всего, где-то в первых трех пунктах. потому что таким подходящим решением с точки зрения физики солнца могла бы быть ускоренная потеря массы солнцем на ранних этапах, но непонятно, каким образом солнце имело такую ускоренную потерю, потому что на других звездах мы ничего подобного не наблюдаем. Ну и чтобы по принципу Бритвы Акама не привносить каких-то непонятных элементов того, чего мы до сих пор не наблюдали, все-таки скорее всего решение кроется в более сложных комплексных моделях формирования земного климата. И многие точные значения параметров плазмы под поверхностью Солнца мы знаем из гелиосейсмологии. Что же это такое? Если наблюдать Солнце в какой-нибудь линии, ну а точнее взять разность между двумя крыльями в какой-нибудь линии, то мы получим наблюдение доплеровского эффекта, то есть доплерограмму Солнца. И здесь темным цветом показаны те участки Солнца, которые движутся к нам, чем темнее, тем быстрее, светлым, те участки, которые движутся от нас. Если из этого дуплерограммы вычесть глобальное вращение Солнца, то останется некоторая пестрота, связанная с тем, что Солнце колеблется, имеет собственные частоты колебаний из-за того, что это физический газовый шар со своим уравнением состояния внутри. И эти колебания показывают некоторую дисперсионную картину. Здесь отложено фактически волновое число по горизонтальной оси, по вертикальной оси отложена частота колебаний, характерных для Солнца. И мы наблюдаем тысячи различных дисперсионных кривых, характерных для солнечных колебаний. В принципе, колебания Солнца возможны в двух различных физических проявлениях. Во-первых, это гравитационные колебания, то есть, когда колебания происходят из-за того, что некоторый участок Солнца поднимается наверх, всплывает, и под действием силы тяжести притяжения Солнца обратно опускается, проходит через точку равновесия, затем выталкивается обратно и вот так колеблется. Другой механизм это акустические колебания, то есть, звуковые волны, когда некоторый участок сжимается, по действиям давления начинает расширяться, проходит точку равновесия и переходит в такой колебательный режим. И вот гравитационные колебания для Солнца характерны в его недрах, ниже половины радиуса Солнца. И на сегодняшний день в принципе вот эти колебания через то, что они воздействуют на вышележащие слои, они могут проявляться и на поверхности Солнца. И потенциально эти гравитационные колебания на Солнце можно наблюдать. Однако на сегодняшний день существует несколько статей, которые утверждают, что мы все-таки выделили гравитационную компоненту в колебаниях на Солнце в спектре колебаний, но пока что на данный момент это все такие неподтвержденные данные. А вот акустические колебания, звуковые волны дают нам огромную возможность для изучения внутреннего строения Солнца. Ну и что такое акустические волны? Как в земной сейсмологии? Если волна уходит под некоторым углом вглубь Солнца звуковая, то из-за того, что вглубь Солнца возрастает давление, возрастает плотность вещества, фронт звуковой волны начинает немного искажаться, потому что тот край фронта, который идет чуть впереди, он попадает раньше в более плотные слои, он раньше получает прирост в скорости и начинает из-за этого обгонять тот край фронта звуковой волны, который идет позади. Таким образом, звуковая волна испытывает такое искажение, возвращается обратно на поверхность, на поверхности некоторым образом отражается и уходит обратно вглубь Солнца. Получается такой своеобразный волновод, внутри которого образуются фактически стоячие волны. это и есть собственные колебания Солнца как газового шара. И подтверждением такой модели волновода служит закон Дюваля. Если мы сложим различные кривые дисперсионные, которые мы видели на прошлом слайде, используя вот такую нормировку в таких осях, где мы по одной оси отложим отношение омега к волновому скорость волны, а по другой оси от P N деленное на омега. Здесь N это число фактически колебаний, число узлов, находящихся в одном проходе волны от поверхности до поверхности, то есть число узлов внутри волновода. Плюс некоторый подгодочный коэффициент альфа. Подгодочный коэффициент альфа связан с тем, что все-таки это не плоскопараллельный волновод, в котором все ровно отражается, потому что это некоторая искаженная геометрия. Ну и для Солнца подгодочный коэффициент примерно равен полутора, 1,58. То все кривые складываются в одну, характеризующую просто физические условия самого этого волновода. И различные волны, которые идут под разными углами к поверхности Солнца отражаются, они добираются до различных солнечных глубин. Итак, некоторые находятся только в приповерхностном слое Солнца, другие проникают до конвективной зоны, следующие уходят в лучистую зону Солнца, и некоторые добираются даже до солнечного ядра. И таким образом, сравнивая различные моды колебаний Солнца, как газового шара, можно изучать распределение параметров плазмы, звуковую скорость под поверхностью Солнца и показатели адиобаты. Фактически, это решение обратной задачи, как всегда некорректное. То есть, некорректная задача это та задача, у которой либо нет решений, либо их бесконечно много, и кроме того, эти решения могут быть неустойчивыми. То есть, если мы немного дадим некоторое отклонение к решению от найденного, то дадим некоторое отклонение в модели от рассматриваемой, то решение такой модели может сильно отличаться от того, которое мы получали ранее. Тем не менее, это некорректная задача, на данный момент разрешается и показывает невероятную астрофизическую точность для параметров внутреннего строения нашей звезды. Ну, в частности, это размер конвективной оболочки Солнца. Ну, и на сегодняшний день он определен вот там до третьего знака после запятой. Во-вторых, это химсостав, поверхностный химсостав, точнее, содержание относительно содержания гелия при поверхностных слоях Солнца. В-третьих, это определение дифференциального вращения Солнца на различных глубинах. И мы видим, что Солнце дифференциально вращается в основном в конвективной зоне, а лучистая зона Солнца и ее ядро вращаются почти твердотельно. На правом графике можно наблюдать разницу в скоростях на различных широтах на Солнце. При поверхностной области происходит разъезжание. Хотя при этом, если посчитать относительный суммарный угловой момент на единицу массы, то получим такую хорошую цилиндрическую картинку. кроме дифференциального вращения вокруг собственной оси, на Солнце присутствуют меридиональные течения. Это дополнительное течение, охватывающее всю конвективную оболочку. Вещество от экватора распространяется к полюсам Солнца, а затем спускается на полюсах к основанию конвективной оболочки и там возвращается обратно к экватору. И если дифференциальное вращение связано с характерными временами, порядка дня, то есть с измеримыми с самим вращением Солнца вокруг оси, это порядка 25 дней, например, смотря какую широту рассматривать, то меридиональное течение зацикливается на характерных временах порядка 11 лет. И это намекает нам на то, что меридиональное течение некоторым образом вероятно включено в глобальную эволюцию активности Солнца, потому что основной цикл солнечной активности как раз и совпадает с периодом в 11 лет. Однако меридиональное течение по результатам гелиосейсмологическим на данный момент определяются недостаточно точно, потому что даже используя одни и те же данные, применяя немного разные подходы к восстановлению модели, различные исследователи получают немного отличные картины распределения скоростей, что в общем неудивительно при решении обратных задач. Солнечное динамо. Солнечное динамо это то, что производит всю солнечную активность. Солнечное динамо связано с попеременным преобразованием полоидальных магнитных полей, то есть магнитных полей связанных с глобальным диполем Солнца в тороидальные магнитные поля в процессе сначала дифференциального вращения Солнца, а затем в процессе обратного преобразования, физика которого опять же на сегодняшний день недостаточно ясна и требует дальнейшего изучения Солнца, потому что именно на Солнце эта физика ярким образом проявляется. обратный вот этот процесс преобразования тороидальных магнитных полей в полоидальные связан с образованием солнечных пятен и это тот объект, который имеет самую долгую историю изучения человеком на Солнце, потому что его проще всего наблюдать. и сегодняшние модели формирования трехмерные модели гидродинамические формирования солнечных пятен показывают уже довольно хорошие картинки, которые похожи по своей структуре на реальные солнечные пятна, однако глобальная модель того, почему все-таки солнечные пятна возникают, каким образом магнитное поле выносится на поверхность Солнца и приводит к формированию солнечного пятна, до сих пор остается не до конца выясненным. Исторически у солнечных пятен были несколько особенностей наблюдательных. Одна из них открыта в 1669 году. Эффект Виллисона. Это чисто проекционный эффект. Чем ближе к краю солнечное пятно подходит, тем меньше получается край удаленный от лимба Солнца. Демонстрируется лучше всего на примере вот этого блюдца. Следующие эффекты уже не нашли такого быстрого объяснения физики Солнца. Закон Джоя 1919 год. Если мы проведем некоторую ось между двумя солнечными пятнами, объединенными в группу, ну а почему солнечные пятна объединяются в биполярную группу чаще всего? Потому что солнечные пятна это области выхода сильных магнитных полей. А если магнитное поле где-то вышло, например, в этом пятне, то оно не может дальше пропасть, оно должно обратно уйти. Обратно уходит оно в другом магнитном пятне. Соответственно, два солнечных пятна имеют противоположную полярности магнитного поля, если смотреть на магнитограмму нормальный компонентный магнитополе по отношению к наблюдателю. И если провести такую ось между двумя солнечными пятнами, то эта ось имеет разный наклон по отношению к экватору солнца. 10-15 градусов видите для высокоширотных групп, а высокоширотные группы это около 30 градусов северно-южной широты и до нескольких градусов вблизи экватора. Другой эффект закон Шперера он говорит о том, что солнечные пятна имеют некоторую цикличность около 11 лет и кроме того в процессе этой цикличности солнечные пятна смещаются от высоких широт около 30 градусов к низким широтам при экваториале. В итоге формирую вот такую картину диаграмму называемую диаграммой бабочки маундера. Закон Хейла 1919 год как я уже сказал пятна имеют противоположную полярность но кроме того это еще полярность противоположна на разных полушариях солнца. И более того ведущая полярность совпадает с полярностью глобального диполя на соответствующем полюсе солнца. Кроме того когда пройдет один цикл солнечной активности в следующем цикле солнечной активности эти полярности меняются местами. И все эти наблюдаемые эффекты должны были получить свое естественное качественное объяснение в модели солнечной активности. Ну а сегодняшние модели солнечной активности напрямую объясняются явлением называемым солнечным динамо. Исторически важна модель Бебка Калейтона которая показывает как магнитное поле в начале в процессе дифференциального вращения солнца увлекается за веществом солнца из-за того что вещество солнца имеет высокую проводимость в любой высокопроводящей плазме магнитные поля вморожены вещество. Затем это намотанное магнитное поле начинает каким-то образом всплывать из-под поверхности формируя соответствующие петли магнитного поля и солнечные пятна. И в этой качественной модели естественным образом объясняется то что в различных полушариях пятна имеют противоположную полярность. То что полярность пятен соответствует полярности магнитного поля на полюсах. Обратим внимание на стрелку. Она на полюсе входит в солнце и также стрелка входит в солнце в ведущем пятне. То же самое будет на южном полушарии. Естественным образом объясняется закон Джоя наклон линии соединяющей два пятна. Чем выше широта такой вышедшей петли, тем больше угол наклона имеет скрученная спираль магнитных линий. Естественно современные модели солнечного динамо должны давать не только качественное описание того, что происходит на солнце, но и количественные результаты описывающие то, как развивается солнечный цикл. И солнечное динамо по своей сути, по своей природе должно основываться на уравнениях магнитной гидродинамики, а именно заклоне индукции магнитного поля и уравнение движения вещества. Однако эта нелинейная система дифференциальных уравнений очень тяжело разрешается. И для построения аналитических моделей солнечного динамо обычно вместо уравнения движения вещества используют некоторое наблюдаемое приближение, то есть некоторое распределение просто скоростей с радиусом, с широтой внутри солнца. А уравнение индукции магнитного поля разделяют на две компоненты. Индукцию связанную с полаидальными полями, то есть индукцию полаидальных полей из тороидальных и наоборот индукцию тороидальных полей из полаидальных. И эти два уравнения вот это уравнение генерирующее тороидальную компоненту магнитного поля это уравнение генерирующее полаидальную компоненту магнитного поле эти уравнения немного различаются по своей структуре если во втором уравнении вот обратим внимание у нас есть амическое затухание после стало уменьшает вроде магнитное поле перенос магнитного поля ну этот перенос где-то добавляет магнитного поля где-то он его должен убрать изменение магнитного поля связано с расширением лежателем и единственное слагаемое которое всегда только генерирует магнитное поле это вот это слагаемое растяжение линий магнитного поля увеличение напряженности на линиях пропорциональное угловому дифференциальному вращению солнца а точнее его градиенту радиальному и если вот в этом втором уравнении такое всегда положительное слагаемое присутствует то в первом уравнении такого положительного слагаемого нет и из-за этого обозначения омега последняя слагаемая получила традиционное название омега эффектом в физике солнечного динамо для того чтобы получить некоторый положительный прирост первом уравнении используют разные методы вводя различным образом турбулентность в это уравнение ну например это можно сделать рассмотрением подхода среднего поля когда берут величины на данном случае вот векторный потенциал магнитного поля рассматривают его среднюю величину и некоторую хаотичную добавку добавляют если вот такую комбинацию записать в уравнение там раскрыть разные величины усреднить по какому достаточно большому промежутку времени то появляется кроме среднего уравнения выглядящего так тем же самым образом еще некоторая добавка связаны как раз с хаотической компоненты ну которую трактуют как некоторую добавочную турбулентность и это добавочная турбулентность обычно рассматривается в приближении прямой пропорциональности текущему магнитному полю с некоторым коэффициентом альфа из-за чего эту добавку называют альфа эффектом традиционно и если в омега эффекте все более-менее понятно то есть происходит закрутка силовых линий из-за того что солнце дифференциально вращается и более того мы хорошо знаем где именно она имеет большой градиент вращения то альфа эффект трактуется уже весьма не однозначно если омега эффект он связан в основном с областью тахоклина это основание конвективные зоны а именно та область где вращение солнечно имеет наибольший градиент по радиусу то альфа эффект связывают с различными процессами которые могут генерироваться как в основании конвективные зоны так и его при поверхностных слоях и разработка физически обоснованной модели динамо дающий количественно верные результаты для солнца это еще дело будущих исследований кроме самого динамо необходимо соответственно понять физику того как выносятся магнитные потоки из-под поверхности солнца на поверхность фактически это тоже все связано с процессами альфа эффекта существует множеством численных различных моделей некоторые аналитические модели связаны с различными неустойчивости отличенными мгд неустойчивости и в этом плане солнце проявляет себя как некоторую такую лабораторию по изучению турбулентных движений в своей конвективной оболочке которую невозможно реализовать никаких земных условиях солнечный цикл особенностью солнечного цикла заметно является то что он имеет некоторые периоды максимума и некоторые периоды минимума известный минимум маундер конца 17 века когда на солнце почти не наблюдалось 5 если дает здесь было число солнечных пятен то эта бабочка маундера для тех же годов восстановленная по историческим записям начиная с галилея и так далее и то что у нас есть некоторых пробел вот такой в конце 17 века в числе солнечных пятен ни в коем случае не говорит о том что возможно просто исследователи не смотрели за солнцем и поэтому и нет никаких никакой информации солнечных пятен это не так потому что интерес к солнечным пятам на протяжении всего 17 века был огромный достаточно вот посмотреть на издание 1625 года в котором прекрасном качественной качестве изображены изображена эволюция групп солнечных пятен с тонкой прорисовкой отдельных пор самих солнечных пятен их теней их полутеней ну естественно такие хорошие картинки рисовались только для отдельных печатных изданий а регулярные наблюдения за солнечными пятнами велись значительно проще просто кружок и несколько отметок солнечных пятки и тем не менее даже в таких регулярных наблюдениях например есть такие случаи когда диск солнца наблюдался двумя независимыми исследователями в один и тот же день почти один и тот же часто разницей в 35 минут и можно сравнить эти наблюдения ну естественно наблюдение влияют очень сильно погодные условия потому что географически разные местоположения наблюдателей но тем не менее те элементы которые видны на диске солнца обладают хорошим соответствием у различных наблюдателей в частности здесь на левом рисунке приведена еще предполагаемый размер диска венеры на фоне диска солнца потому что в начале 17 века во-первых многие физики не являвшиеся астрономами полагали что все солнечные пятна это просто некоторые небесные тела которые проходят на фоне диска солнца астроном это уже самого начала 17 понимали что это элементы присущие самой поверхности солнца но кроме того и сами прохождение тоже астрономов интересовали и астрономы этих этих прохождений ждали и за ними следили ну тут немного преувеличенный диск венеры там раза в два на сегодняшний день более удобным изображением солнечной поверхности будет не изображение солнечных пятен потому что они заключены в некотором некоторые в некотором поясе активности между 30 градусами северной широты и южной широты а изображение магнитных полей эти магнитные поля могут измеряться до полюсов такие наблюдения доступны только с недавнего времени данном случае 980 и вот если развернуть таким образом солнце затем просуммировать по всем широтам все магнитные поля то получится диаграмма похоже на диаграмму бабочки маундера однако она простирается не до 30 градусов а до самых полюсов и на этой диаграмме хорошо видны сносы магнитных потоков процессе солнечного цикла от групп солнечных пятен к полюсам вот эти наклонные диффузионные линии это перемещение магнитного потока по ним мы можем увидеть как магнитный поток 1 полярности перемещаясь от групп солнечных пятен взаимодействует с магнитным потоком полярным глобальным магнитным полем солнца и постепенно его компенсируя производит в середине цикла переполюсовку глобального магнитного поля солнца и таким образом если говорить о солнечном цикле то нужно говорить все таки не 11 годах а 22 годах когда за срок за который магнитное поле производит полный оборот своих величин но возвращается прежней полярности на полюсах и кроме того на этой картинке мы можем увидеть что например те солнечные пятна те группы активных областей которые формируются в одном цикле они ведь обязаны тому что омега эффект преобразовал вот это магнитное поле полярное глобальное солнце сначала второидальное затем она вышла на поверхность затем по действиям альфа эффекта она каким-то образом пересоединилась перегруппировалась и скомпенсировала дало другую компоненту другую направленность глобальному полярному магнитному полю солнца и таким образом сам солнечный цикл лучше воспринимать не как некоторую периодическое некоторое периодическое явление а наслоение отдельных всплесков активности друг на друга когда идет один цикл в своем максимуме в этот момент уже зарождается следующий цикл солнечной активности и простирается он примерно до середины последующего за ним цикла солнечной активности и по этой причине сама солнечная цикличность является очень слабо предсказуемым рядом во времени но у солнечной активности есть как раз возможность для отслеживания ее в прошлое например по радиоуглеродному анализу изотопа c14 заключенного в различных биологических образованиях для недалеких годов это кольца деревьев либо возможно кольца к ними окаменевших растений для более дальних времен это могут быть различные наросты например там в кораллах или в различные росты в сталактитах сталагмитах которые тоже в себе содержат углерод и растут фактически как деревья а также другие возможны возможны хранилища информация солнечной активности вплоть до тысячелетий сотен тысяч лет и на данном рисунке представлена соответственно восстановление солнечной активности на несколько тысяч лет назад и мы видим что солнечная активность не претерпевала какого-то глобального изменения нет никакого тренда однако в солнечной активности возникали иногда периоды глубокого минимума иногда периоды ярких максимум при этом эти периоды минимумов и максимум имеют свойство группироваться друг с другом в некоторые кластеры чисто наблюдательная особенность но эту наблюдательную особенность должна это наблюдать на особенность должна проявляться в любой рабочей модели солнечного динамо которая стремится описать реальное поведение солнца и у предсказания солнечной активности есть несколько методологий потому что есть несколько характерных явлений характерных проявлений солнечной активности по которой в принципе можно пытаться определить например высоту следующего цикла или момент наступления максимума следующего цикла здесь приведены исследования нескольких солнечных циклов какая была логика у исследователей взяли исторические данные о солнечной цикличности до 19 цикла по ним попытались спрогнозировать 19 цикл различными методами известными в литературе затем используя уже данные и по 19 циклу спрогнозировать 20 и так далее в итоге средняя ошибка среднеквадратичная ошибка таких предсказаний колеблется около 50 единиц чисел вольфа а характерный солнечный цикл имеет высоту ну что-нибудь 100 или 150 единиц чисел вольфа то есть ошибка составляет 50 30 процентов и на данный момент наиболее хорошим методом для определения высоты и положения следующего максимума является как и неудивительно геомагнитный геомагнитный подход то есть оценка следующего максимума солнечной цикличности по показанию геомагнитного а а индекса но это такой индекс который формируется из показаний магнитометров на земле настоящих противоположных частях земли на экваторе и вот этот геомагнитный индекс он в минимуме солнечной цикличности хорошо совпадает как бы коррелирует с высотой следующего цикла цепочка немного сложная но все равно физически понятно потому что геомагнитный индекс показывает фактически интенсивность в минимуме солнечной активности показывает интенсивность полоидального дипольного глобального поля магнитного поля солнца а чем сильнее это магнитное поле диполя солнца тем лучше она сгенерирует затем тароидальные поля и тем затем тем больше вспышек произведут эти тароидальные поля в процессе следующего солнечного цикла но тем не менее этот подход также дает не очень хорошую точность пороге 20 процентов атмосфера солнца постепенно перебираемся из глубин солнца в межпланетное пространство если мы будем наблюдать солнце в различных диапазонах электромагнитного излучения например белый свет либо далее 1700 angstrom изменяя длину волны мы будем фактически подниматься в разные слои от солнечной атмосферы потому что различные длины волн различные линии образуются при различных физических условиях при которых формируются соответствующие ионы или атомы которые излучают данную линию таким образом наблюдая солнце в различных длинах волн можно наблюдать различные слои солнечной атмосферы так вот эти линии 1700 1600 ангстрем характерны для области минимума температурного минимума в солнечной хромосферы и мы видим как при подъеме от фотосферы солнца хромосфере начинает проявляться такая сетчатая структура называемая хромосферной сеткой она связана с большими ячейками конвективными под поверхностью солнца то есть эти большие конвективные ячейки которые много больше чем солнечная грануляция которую видно хорошо на фотосфере она сгребает магнитные поля солнечные которые хромосфере как раз и проявляются усиленным излучением затем поднимаемся еще выше линия 304 ангстрема это переходный слой между хромосферой и короной солнца и теперь уже к хромосферной сетки добавляются некоторые вытянутые структуры начинают видны хорошо быть протуберанцы если они видны на фоне диска солнца по они называются темными волокнами и начинают быть видны подсвеченные линии магнитного поля подсвеченные горячей плазмы далее изменяем температуру изменяем длину волны это 171 ангстрем начинает быть видна нижняя корона и в ней уже хорошо видны вот эти горячие вспышечные петли наполнены плазмы с температуры уже миллионы градусов кельвин ну и далее увеличивая температуру солнце начинает становиться все более таким плавным с окремленным все большим числом протяженных различных петельных структур и наконец мы добираемся до линии характерной только для вспышечной плазмы то есть когда спокойная корональная плазма недостаточно горяча то есть плазма с температурой около 1 2 миллионов кельвина не производит это излучение а его излучения это излучение производит только плазма с большими температурами и она уже сконцентрирована в областях пятна образования соответственно активных областях короне и атмосфера солнца таким образом при наблюдении в различных спектральных диапазонах может быть восстановлена а именно ее физические параметры и атмосфера солнца состоит из нескольких характерных слоев это почти изотермическая хромосфера в которой находится и температурный минимум в которой формируется но весь спектр поглощения в солнечном свете в котором происходит экспоненциальное падение концентрации и затем резкий переход к горячей и очень разреженной короне солнца через некоторый переходный слой и сама вот эта структура солнечной атмосферы фактически на сегодняшний день является неразрешенной загадкой с одной стороны понятно что вот эта горячая хромосфера должна чем-то разогреваться разогреваться она может только за счет того что из-под солнца выходят магнитные поля и вот эти магнитные поля только они могут быть переносчиком той энергии которые разогревают солнечную корону однако подробный механизм того как именно магнитные поля разогревают солнечную корону до сих пор является невыясненным ну в принципе как могут магнитные поля взаимодействовать с веществом через электрические токи электрические токи либо постоянные либо переменные электрические токи первые связаны с образованием некоторых токовых структур в короне солнца ну а именно это вспышечная активность солнца пошла вся обязана тому что солнечной короне возникают электрические токи затем эти электрические токи диссипируют, разрушаются, высвобождая энергию свою. Либо переменные токи. А переменные токи – это электромагнитные волны. Переменные колебания магнитного поля производят переменные колебания электрического поля, которые формируют переменный электрический ток. То есть диссипация различных плазменных магнитно-гидродинамических волн в солнечной короне. И оба эти эффекты, в принципе, могут разогревать корону. Но какой эффект является доминирующим и является ли, в принципе, какой-то из этих эффектов доминирующим, пока на данный момент не выяснено. Если удаляться дальше от Солнца на несколько его радиусов, здесь посмотрим область фотосферы, область хромосферы, дальше начинается солнечная корона. Высота приведена в мегаметрах. Размер самого Солнца, радиус Солнца – это примерно 700 мегаметров. Мы видим, что здесь получается 2-3 радиуса Солнца уже, 10 в третий. И в процессе подъема от солнечной поверхности солнечный ветер, а именно корпускулярный поток частиц от Солнца, начинает постепенно ускоряться. И вот это ускорение корпускулярного потока частиц тоже является необъясненным на данный момент явлением. Снова опять понятно, что источником энергии могут служить только некоторые магнитогидродинамические процессы, процессы взаимодействия магнитных полей с веществом в короне Солнца. Но каким именно образом магнитные поля ускоряют солнечный ветер или ускоряют корональные выбросы массы, то есть отрывы больших объемов вещества от поверхности Солнца, количественно на данный момент не выяснено. Ну, кроме того, и сам солнечный ветер является такой турбулентной лабораторией для своего изучения. Потому что внутри солнечного ветра мы можем разместить спутники с измерителями параметров плазмы. И на протяжении распространения солнечного ветра от солнечной поверхности и вдаль до того момента, когда этот солнечный ветер остановится, это называется место гелиопаузой, мы можем этот солнечный ветер, его параметры измерять. Например, существует два спутника, два Voyager, которые уже пересекли солнечную гелиопаузу, и мы получили от них информацию о структуре солнечного ветра. И физические условия в солнечном ветре постоянно изменяются. Здесь приведен график плазменной беты, отношение газового давления к магнитному давлению. Соответственно, если в нижних слоях короны Солнца магнитное поле очень сильное и ворочает за собой вещество солнечной атмосферы, то при удалении от Солнца постепенно плазменная бета увеличивается, и течение становится все более гидродинамическим. Ну или из-за того, что оно еще и разряжается, оно становится еще более корпускулярным, кинетическим, нежели гидродинамическим даже. И наиболее яркое и интересное проявление солнечной активности – это сами солнечные вспышки. То, чего мы в таком разрешении никоим образом не сможем пронаблюдать ни на одной другой звезде. Здесь представлено развитие вспышечной аркады магнитных петель в короне Солнца, светящихся из-за того, что они заполнены разогретым веществом горячей плазмы. Как происходит солнечная вспышка? Как она наблюдается? В первые моменты солнечной вспышки мы наблюдаем разогретое вещество в ультрафиолете и в мягком рентгене, где-то в короне Солнца. Здесь оно посвечено красным. Затем появляются яркие, жесткие рентгеновские источники в основаниях вспышечных петель. И затем происходит в больших вспышках зачастую отрыв так называемого коронального выброса массы, сгустка плазмы, содержащегося в магнитные поля, уносящегося от поверхности Солнца. Кроме того, в межпланетное пространство выбрасываются заряженные частицы, которые мы увидим на этих изображениях, как некоторый шум, засоряющий матрицу. На поверхности Солнца образуются вспышечные петли, вспышечные ленты, эти светлые области. Вот прилетели заряженные частицы. И весь этот набор явлений, разнесенных как в пространстве, так и во времени, фактически объясняется одним и тем же механизмом солнечной вспышки, связанным с топологической перестройкой магнитных полей в Солнечной короне. Раз вспышка связана с магнитными полями, то вспышку стоит ожидать там, где эти магнитные поля из под Солнца выходят, соответственно, вблизи солнечных пятен. Но не просто солнечных пятен, а те группы солнечных пятен, которые обладают наибольшей изменчивостью, наиболее скоростной изменчивостью. В данном случае это была группа солнечных пятен, которая появляется на данном видео. И за один полуоборот Солнца успевает как всплыть из-под фотосферы Солнца, так и постепенно диссипировать. Вот в таких областях стоит ожидать наиболее сильных солнечных вспышек. И солнечные вспышки сопровождаются зачастую отрывом некоторых масс вещества и образованием аркады вспышечных петель на поверхности Солнца. Это, соответственно, переходный слой, канал переходного слоя, линия гелия, и корональная линия ультрафиолетового, того же самого события. И все солнечные вспышки на данный момент интерпретируются в рамках так называемой стандартной модели солнечной вспышки. Но если говорить исторически более точно, то все-таки стандартной моделью вспышки называется модель образования, в принципе, излучения, различных типов излучения, то есть рентгеновского, мягкого, жесткого, ультрафиолетового, не связанная с какой-то конкретной геометрией магнитных петель. Но в последнее время все-таки к понятию «стандартная модель» подключает и еще вот эту стандартную картину взаимодействия магнитных потоков в короне Солнца. В соответствии с этой картиной в результате некоторых движений конвективных под поверхностью Солнца большие магнитные потоки начинают сталкиваться в короне. Там, где сталкиваются противоположно направленные магнитные потоки, по законам электромагнитной индукции, формируется экранирующий их токовый слой. То есть индукционный ток. И индукционный ток направлен таким образом, чтобы своим магнитным полем подавить сформировавшее его изменение внешнего магнитного поля. Из-за этого этот токовый слой экранирует взаимодействие двух магнитных потоков. И если вот этот экранирующий токовый слой под действием каких-то физических факторов будет быстро разрушен, то это приведет к высвобождению энергии магнитного поля, преобразованию ее в энергию ускоренных частиц, разлетающихся как к Солнцу, так и от Солнца, к разогреву плазмы, ну и затем последующему уже излучению электромагнитных пол в различных диапазонах. И в соответствии со стандартной моделью вспышки, заряженные электроны, потому что электроны самые быстрые, они первыми ускоряются, первыми допираются до поверхности Солнца. По линиям магнитного поля уходят в солнечную хромосферу, там резко останавливаются, но если заряженная частица резко останавливается, она излучает какое-то жесткое электромагнитное излучение. Для Солнца это жесткий рентген в основаниях вспышечных петель. Разогревает плазму хромосферную, которая начинает расширяться из-за того, что разогрелась. Заполняет соответствующие петли магнитного поля, которые мы видим в ультрафиолете, как светящуюся аркаду магнитных петель. С другой стороны, те частицы, заряженные, которые уходят в межпланетное пространство, при взаимодействии с ударными волнами, при взаимодействии с межпланетным магнитным полем, излучают там целый зоопарк различных радиовсплесков, которые также наблюдаются в солнечных вспышках. Ну а корональный выброс массы, содержащий в себе вмороженные магнитные поля, способен добраться до Земли, произзаимодействовать с земной магнитосферой и вызвать солнечную бурю, магнитную бурю на Земле, что уже имеет и потенциальные экономические последствия, которые мы уже наблюдали в истории человечества, как при первой наблюдавшейся вообще в принципе солнечной вспышке человеком, это событие Кэррингтона, когда сгорели телеграфные, телеграфная связь была нарушена в Европе и Америке, так и, например, квебекское событие в конце 20 века, когда провинция Квебек осталась отключенной от электричества в результате магнитной бури. Но ни одна солнечная вспышка, тем не менее, не является стандартной, потому что солнечные вспышки могут содержать корональный выброс массы, могут не содержать, могут проявлять структуру магнитных петель, могут быть почти невидными в каких-то диапазонах электромагнитного излучения. По заряженным частицам также может быть разное распределение в энергетике вспышек. И из-за того, что солнечные вспышки – это такие геоэффективные явления, они и с практической точки зрения тоже важны для изучения физики Солнца. Ну, например, вот этот корональный выброс массы, который может задействовать на земную магитосферу, он в себе содержит пренебрежимо малое количество вещества. Мы в начале этой лекции говорили, что Солнце почти не теряет вещество на звездный ветер. И масса такого коронального выброса массы сопоставима с массой одной гранулы солнечной грануляции на поверхности Солнца. А с учетом того, что плотность вещества вообще, в принципе, экспоненциально падает внутри Солнца, и в целом половина массы Солнца заключена в его ядре на расстоянии примерно четверть радиуса Солнца, то это пренебрежимо малые величины относительно полной массы Солнца. Ну, например, характерная масса коронального выброса массы соответствует... Это в 10-16, ну, скорее говорят, в 10-15 грамм, а масса Солнца в 10-33 грамм. Соответственно, можете оценить. Но, тем не менее, в этой малой массе заключена большая часть энергии характерной солнечной вспышки. Здесь приведена статистика по семи солнечных вспышках, вспышек высокого класса в рентгеновском диапазоне, и полная магнитная энергия, то есть это та энергия, по оценкам исследователей, которая могла пойти вообще на различные каналы энерговыделения в солнечных вспышках. Большей частью уходила статистически в кинетическую энергию коронального выброса массы. И меньшей частью уже в остальные каналы тут. Мягкий рентген, полное излучение в различных диапазонах, электроны, ускоренные частицы, ускоренные ионы, и частицы, долетевшие до Земли, solar energetic patterns. И геоэффективные явления на Солнце различаются в зависимости от того, какой переносчик у этих явлений. Если это корональный выброс массы, то он, имея такую большую кинетическую энергию, просто прогибает все межпланетные магнитные поля. И до Земли добираются те корональные выбросы массы, которые оторвались от Солнца примерно в центре солнечного лимба. А заряженные частицы до Земли добираются при тех событиях, которые произошли преимущественно на западном краю Солнца. Такой наблюдательный нюанс. На диске Солнца восточный край находится слева, а западный край находится справа. То есть там, где объекты выходят на видимую сторону Солнца, тот край называется восточным. Это, соответственно, и западный. Потому что под действием этого вращения глобальное межпланетное магнитное поле, которое, опять же, своим существованием обязано магнитному полю Солнца, оно закручивается в некоторую спираль, называемую спиралью Паркера. И заряженные частицы до Земли уже добираются не по прямой, а по вот этой изогнутой межпланетной магнитной линии. И раз уж вспышки могут воздействовать на Землю, и более того, даже на техническую составляющую человечества, ну а кто-то может сказать, что и на самого человека. Потому что все-таки в человеке есть некоторые магниточувствительные комплексы в нейронах. И кроме того, очевидно, что на Земле существуют животные, которые чувствуют магнитные поля, ориентируются по магнитным полям различные рыбы, птицы. То стоит понять, насколько сильную вообще Солнце может произвести вспышку. И стоит ли этих солнечных вспышек опасаться чисто с практической стороны вопроса. Здесь приведено наблюдение фотографической наибольшей группой пятен по площади за фотографическую эпоху наблюдения за Солнцем. Зафиксирована она в 1947 году, представлена в линиях кальция и линии H-альфа водорода. Кроме того, отметим здесь еще, что у Солнца есть два проявления сильных магнитных полей. Во-первых, это солнечные пятна, потемнение на солнечной поверхности. Во-вторых, это факельные площадки, наоборот, поярчение на солнечной поверхности. И факельные площадки – это области выхода магнитных полей, но не таких сильных, которые способны подавить конвекцию под солнечной фотосферой. Из-за этого нагрев солнечной поверхности не уменьшается по действиям таких магнитных полей, а наоборот, немного увеличивается, потому что магнитные поля дополнительно служат некоторым волноводом для возмущений, также разогревающих солнечную поверхность. Поэтому не очень сильные магнитные поля, солнечную поверхность даже разогревают. А вот очень сильные магнитные поля, они солнечную поверхность ослужают, из-за того, что подавляют конвекцию, основной источник тепла на поверхности Солнца. И формируют, естественно, солнечные пятна. И если сравнить эту группу пятен с теми модельными группами, которые могут произвести те или иные вспышки по своей энергетике, то получается, что эта наибольшая наблюдавшаяся группа пятен была способна произвести вспышку порядка 10-34 эрг. Наибольшие сегодняшние, регулярно наблюдаемые вспышки на Солнце соответствуют энергетике около 10-33 эрг. Типовая солнечная вспышка – это что-то порядка 10-32 эрг. Ну и, соответственно, и типовые солнечные пятна – это что-то вроде вот таких конструкций. Для больших солнечных вспышек нужна, соответственно, группа пятен побольше, чтобы она содержала всего больше свободной магнитной энергии, которую можно было бы затем реализовать. Ну, а для того, чтобы произвести вспышку в 100 раз более сильную, чем то, что мы сейчас регулярно наблюдаем от Солнца, нужно увидеть на Солнце группу пятен, занимающую чуть ли не четверть диска Солнца, что на данный момент представляется малореалистичным. Здесь на слайде справа представлен первый исторически задокументированный рисунок солнечных пятен. Джоном Ворчестером в 1128 год. Ну, очевидно, что эти солнечные пятна были нарисованы не в масштабе Солнца. Иначе бы они, соответственно, слишком большим магнитным потоком. Но, с другой стороны, в принципе, на других звездах большие вспышки наблюдаются. И называются они супервспышками. Ну, вообще-то они поэтому и наблюдаются, что они такие большие, потому что на других звездах они должны повлиять на интегральный поток, ну, прямо в каком-то рентгеновском диапазоне, чтобы их мы могли зафиксировать. И эти супервспышки соответствуют как раз энергетике 10-35, 10-36, 10-34 эрк. Если на распределение вспышек по частоте относительно энергии нанести и солнечные события, ну, а именно обычные вспышки, либо микровспышки, нановспышки, ну, это, соответственно, те вспышки, которые по энергетике либо в 10-6 раз меньше средней вспышки, либо в 10-9 раз меньше средней вспышки, то все они ложатся примерно на одну степенную зависимость. Что косвенно нам говорит о том, что, в принципе, все вспышечные события на обычных звездах, звездах главной последовательности, имеют одну и ту же магнитную природу, которую нам наиболее удобно изучать, естественно, на примере Солнца. Можно сравнить Солнце с некоторым набором звезд, которые похожи на Солнце, то есть имеют примерно ту же массу, имеют примерно тот же химсостав, имеют примерно тот же возраст. Такие звезды называют солнцеподобными. И вот, например, Кеплер в поле своего зрения наблюдал, 463 звезды солнцеподобных. Ну, может, не наблюдал, а исследователям было выбрано для изучения. И по результатам различных групп исследователей Солнце в такой выборке солнцеподобных звезд вроде бы попадает в среднем в эту группу солнцеподобных звезд. Но вопрос о том, насколько вообще Солнце является солнцеподобной звездой, до сих пор является открытым. Потому что, по данным некоторых исследователей, Солнце проявляет заниженную, то есть не выходит за пределы разброса активности других солнцеподобных звезд, но находится где-то на нижнем краю этого распределения. Здесь приведен график, соответственно, вращения, относительно периода вращения звезд и их магниты активности, связанные либо с образованием пятен, либо с образованием пакельных площадок. А также распределение вообще числа звезд относительно их периодов вращения. Мы видим, что Солнце, во-первых, имеет достаточно высокую скорость вращения, по отношению к другим солнцеподобным звездам, а во-вторых, оно попадает где-то посередине между эффективностью образования пятен и эффективностью образования факельных площадок. Исходя из этого, можно судить о том, что другие солнцеподобные звезды в принципе способны производить пятна намного большего размера и намного большей магнитной напряженности, чем Солнце. А учитывая то, что, например, нам уже исторически известны периоды, когда Солнце вообще не производило пятна, минимум маундер в течение 50 лет, то потенциально остается открытая возможность того, что в каком-нибудь, возможно, даже недалеком будущем Солнце начнет производить, наоборот, повышенную площадь пятен, повышенную активность, ну и станет производить более сильные вспышки. Но тем не менее, все-таки маловероятно, что это будут вспышки в 100 раз сильнее, чем сегодняшние, а вот в 10 раз, в принципе, это достаточно вероятное событие. И вспышки в 10 раз сильнее сегодняшних, они уже могут сильно повлиять на спутники орбитальные, потому что это заряженные частицы, высокоретико-фактичные заряженные частицы, они воздействуют на все микросхемы спутниковые, приводят к их быстрому старению. А также воздействие на магнитосферу Земли и через магнитосферу Земли на различные замкнутые контуры на земной поверхности. А это не только человеческие вообще-то контуры, ну то есть там электросети, либо какие-то трубопроводы из токопроводящих материалов, но и природные контуры, потому что сама земная поверхность, она тоже является проводником для электрического тока, и активность такого типа может в целом воздействовать на глобальное климатическое поведение Земли. Думаю, на этом мы закончим. На этом слайде у меня представлено несколько увлекательных ссылок. Первое – это Solar Monitor. Это агрегатор различных спутниковых наблюдений за Солнцем. Если вам интересно, вот что прямо сейчас видно на Солнце, можете зайти на этот сайт, и он покажет данные с различных спутников. Второе – это SDO Dashboard. SDO – Solar Dynamic Observatory на сегодняшний момент является ведущей обсерваторией по наблюдению Солнца в ультрафиолетовом диапазоне. Это серия видео, которые я показывал, когда мы говорили о солнечной атмосфере. И на этой странице вам покажут короткие видео в уменьшенном качестве о том, что происходило с Солнцем за последние 2-3 дня, по-моему. Можно посмотреть во всех доступных диапазонах оптического и ультрафиолетового излучения. Далее. Если вам когда-нибудь понадобится что-то узнать про Солнце в связи с вашей научной работой или просто в связи с праздным интересом, то прежде всего советую обратиться к журналу Living Reviews in Solar Physics. Идеология Living Reviews состоит в том, что это электронный журнал, в котором за автором оставляется право постоянно свою статью дорабатывать. И более того, если выходит какое-то сильно большое обновление, то перевыпустить ту же статью с тем же самым названием. Таким образом, статьи в Living Reviews остаются актуальными на протяжении годов, будучи поддерживаемыми авторами. И по статей выходят буквально 3-4 в год. И по названию статьи можно как раз найти ту тему, которая бы вас интересовала. Статьи написаны в достаточно простом языке. И за какими-то уже подробностями, за формулами, за моделями статьи отсылают к конкретным исследованиям в другие научные журналы. Ну и если вам интересны конкретно солнечные вспышки, физика солнечных вспышек, то рекомендую монографию моего учителя Сомова Бориса Селдовича «Плазма астрофизикс». Первая книга содержит некоторую физику плазмы в контексте астрофизики в целом, ну и солнечной атмосферы в частности. А вторая книга посвящена уже физике конкретно солнечных вспышек. Спасибо за внимание. Следствия вопроса.